Сильно, сильно, сильно Со всей силы дышим Открываем горлышко широко Со всей силы Чья сегодня учредь у нас? А? Настяна Настя, давай рисуем Рисуем букву «Д» Какие слова мы знаем на букву «Д»? Дорога, дача, дума Дрога Дрога, дача Добрый день Дрога, дача, дуга Донецкий Дорога, дар Доллар 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 Дерево Дорога, дерево Дедуля Дедуля Прекрасно. Подождите. Сейчас, сейчас, секунду. А где Миша у нас? Миша, а ты какие слова знаешь на мой взгляд? Я вам найти еще такие слова, ладно? Пойдем. Дочка. Эй. Ну что, опять конфеты ели? Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая и серьезная. С мужем и детьми. Из всего этого сбылось только одно. Я взрослая. Ну, раз уж мне исполнилось 25. Видишь, как запустил себя. Времени вообще не было. Ты как? Нормально. Обижаешься на меня, да? Извините. Да, здоров. Рит, у нас холодильник сломался и пельмени испортились. Испортились? В такой праздник. Ну, купить чего-нибудь на ужин, а то я не успею. Целую. Пока. А, какой сегодня праздник? День Святой Бригитты в Италии. Праздник молока в Ирландии. Отмена рабства в США. Ритуль, ты говорила, у тебя подруга логопед. Да, и что? Ну, у друга моего есть для нее хорошая работа. Окей. Давай-давай. Посуда твоя. Что сказать КБУ про работу? Спасибо или спасибо не надо? Скажи спасибо. Но я сначала встречусь с учеником. А почему КБУ? Кругленький, богатенький умник. Или колобок-банкир-ухажер. А ты никогда не называл его по имени. У него она вообще есть? А? Здравствуйте. Здрасьте. 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 А вы есть телевидение? Да. Здрасьте. 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 Ну, или что я плохо говорю, что жую слова, глотаю окончание. А я правда глотаю окончание? Ну, немного. Но это поправимо. Какие у нас сроки? Ну, вообще месяц. Но с вами, я думаю, правимся неделю за. День сурка. Простите? Сегодня день сурка. От топота копыт пыль по пылю летит. Повторите. От топота копыт пыль по… А что, мы уже начали? Да. Предлагаю интенсив, но предупреждаю. Раз в неделю у меня занятие в детском доме. Ура… Интересно, это к кому такая тачка приехала? Даша. Здрасьте. Давно ждёте? Нет, ничего. Извините, я на переговорах задержался и уже надо ехать. Хорошо. Поехали. Подождите, а как же… А что это? Это карточки со слогами. Учиться. Учиться? Ну, давайте учиться будем в дороге. Поехали. Угу. Съел-молодец, 33 пирога с пирогом. А пироги с творогом… С творогом, с творогом или с творогом? С творогом. А пироги с творогом, с творогом – это ватрушки. Вы ватрушки любите? Я люблю блины. Блины с творогом. С укрой. Павлович Викторович, у вас где ж на подземную парковку езжайте. Ага. Тридцать три пирога с творогом, и вся за пирогом. А я вон только что знаю. Там кофе очень вкусно. А-а-а. Пирога с творогом и вся за творогом. Язык должен быть более упругим, звук «д» образуется под напором воздуха. Живы? Живы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень хорошо. Добыл бобыль бобов. А кто чего добыл? Бобыль бобов. А кто такой бобыль? Тридцать три корабля. Лавировали, лавировали. Лавировали, лавировали. Да не выловировали. Живы. А вот видите, акула. Похоже на дизайнерскую открывашку для бутылок. Да. Да, я болею за экологию. А у кого это может вызывать сомнения? Ясно, кто еще? А ты не думал, Дим, кто за этим может стоять? Правильно, нечаянно. Ну вот ты и подумай. Я тебе за это деньги плачу. Давай. Рано или поздно, она должна эксцежирать. Здравствуйте. Поздравляю. С чем? С праздником. С каким? День стрельного воробья. День основания коммунистической партии во Вьетнаме. И праздник фонарей в Японии. Торт? Сегодня же нет никакого праздника. Есть. Мне кажется, влюбилась. В кого? В Кэбул. Ну и что, что он кругленький? Зато так целуется. Раньше он тоже так целовался. А потом бросил тебя. Ну почему бросил, Даша? Он же мне ничего не обещал. Это он торт подарил. Вот видишь, он даже о твоей фигуре не заботится. Ну я же и не поправляюсь. Знаешь, какой он меня назвал? Ну? Королева метаболизма. Слушай, а метаболизм и красота, это синонимы, да? Даша. Прости меня, я что-то расклеила себе. Ничего. Бывали. Да чего, из-за холодильника? Да наплевать, мы новый купим. Ну смотри, какой красивый, удобный. О, Господи. Какое отделение для яиц. Да. Ну что это такая кислая? Как твой новый ученик? Ученик как ученик. У него уши. Уши. Даша, ты случайно тоже не того? Рит! Даша, а Влад, это Владислав или как? Сегодня у нас в гостях Владимир Викторович Каманин. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Расскажите, каковы основные тезисы вашей предвыборной программы. Это как раз вопрос распределения бюджетных средств. То есть сегодня как такового этого распределения нет. Видели меня? Как я говорил? Слово «сегодня» вы произнесли как «Сеня». Да. Нужно четко... А я исправлюсь. Ну вот как всегда времени нет, так что будем работать на выезде. На. Спасибо. Теперь учимся чисто произносить звуки «Т» и «Д». Ударение на последний слог. «Та-ди-та», «Та-ди-тя», «Да-ти-да», «Да-ди-тя». Побольше артикуляций четко звуки «Т» и «Д». Влад, вы же меня не слушаете. Даша, я вас прекрасно слышу. «Та-ди-та», «Та-ди-та». «Да-ти-дя». «Да-ти-дя». А куда мы едем? У меня у приятеля сегодня дочка родилась. Надо заехать поздравить. Теперь займемся окончанием. Объявление «Ям», совещание «Ям». «Неам», «Неям». А вот и мы! Какая красота! Да пока никак, красота. Я вообще за пацана хотел. Ну, лицо столько. Да, да, да. Точно? Точно. Дай ему, дай мне. Ну, давайте за будущего пацана. Ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура! Это просто коляска. Слушай, а как Дина? Как у меня дела? Слушай, ничего, ничего. Бодра, удивительно живенькая. Ну, а что с ней будет? Молодая, старая. Да уж. Звук должен подразумевать действие. Вы предлагаете и показываете. Предлагаете и показываете. Попробуйте теперь с таким посылом. За будущего пацана! За второго срока! За второго срока! За будущего пацана! Ну, куда мне столько, ребят? Ну, куда? Ура! Ура! Даша, извините, я отойду. Не будете скучать. Попробуйте. Попробуйте. Слад, можно тебя на секунду? Ну, конечно. О, привет, дорогая. Привет. Лара, привет. Привет, дорогая. А вот и Леня. Привет, дорогая. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо, спасибо. Присоединяйся, закусывай. Спасибо. Лара, какая шуба. Я тебя тоже поздравляю. За это надо выпить. Девочки, у меня в холодильнике вообще больше нет места. Да выкинь ты половину. Или новый купи. Бокс очень хороший. Красивый дизайн и отлично морозит. Внутри все очень удобно устроено. И отделение для яиц не как у всех. Для каких яиц? Просто яиц. Девочки, за холодильники. Да, за холодильники. За холодильники для шуб. С отделением для яиц. Слушай, а с кем не ручка пришла? Я тебе потом скажу. Извините. Алло. Да. Ну рассказывай. Да. Записывай. Латинскими буквами. Оли. За. Семенка. Нет. А Иркин был обставлен как египетская погребальная лодка. Почему? Какой кошмар. Супер. Она старая. Фигура у тебя супер. А это больше не носи. Как я тебя понимаю. Ну мы с тобой договорились по этому вопросу. Спасибо. Скучаем, ребята? Да-ди-дя. Да-ди-дя. Даш, вы скучаете, что ли? Вкусно? Кристалл. Роза. 98-го года. Дашу им. Эй, всем привет! Ой, всем привет! Привет! Привет, привет, привет! Ого! Привет! Вот, держите. Какой подарок! Спасибо, спасибо, спасибо. Эй, здорово. Красота! Теперь вы еще пацана! За будущего пацана! Добрый день, Владимир Викторович. Приятного отдыха. Здрасте. Попробуйте повторить по либерализации из-за эвакуации. Из-за эвакуации. Ой, извините, секунду. Либерализация. Эвакуация. Даш, у меня встреча здесь на час где-то. Тут ресторан есть. Кухня неплохая. Я вам деньги дам, так что вы пообедайте. Я больше не могу есть. Ну, тогда отдыхайте. Из-за... Из-за либерализации. Из-за эвакуации. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка. Пока. Сыворотка из-под простокваши. Не могу на него смотреть. Просто тупи и все забываю. Он до меня дотронулся. Вот так и потом еще в щеку поцеловал. И даже его не назвал. Все-таки он настоящий лидер. Обаятельный и с хорошими манерами. Всегда в костюме, в галстуке. На галстуке. На костюме, на галстуке. Сейчас все продвинутые, так говорят. На костюме. Смешно. Ну, Даш, ты и влипла. Иван-болван, молоко болтал, да не выболтал. Влад, я хочу сказать вам одну очень важную вещь. Правильно говорить, это еще не самое главное. Я знаю блестяще образованных людей с правильной речью. Но есть такое модное слово харизма. И она не зависит от образования, воспитания. Она либо есть, либо ее нет. Нет, у вас она есть. Вы можете просто молчать, и это красноречивее слов. Как пафосно получилось. Доброе утро. Привет, Даша. Значит, смотрите, программа у нас сегодня такая. Пол дня я здесь. Вы от меня ни на шаг не отходите. Доканываете меня своими поговорками. Потом обед, потом вы едете к себе переодеваться. Потом вечером ко мне домой. К вам домой? Да. На банкет. Пятнадцатилетие совместной жизни. Будут гости. Там я начну демонстрировать навыки. Правильные речи. Ну а вы оцените. Согласна? Я теперь без вас никуда. Да, хорошо. Даша. Т. Д. Т. Д. Д. Даша. Дура. Даша, дура. Доучились. Даша, ну успокойся. Тебе все равно он пойдет. Он тебе за это деньги платит. Да и потом, знаешь, что я тебе скажу? Сегодня женат, завтра не женат. Угу. Пятнадцать лет совместной жизни. Он это так сказал? Как? Окончание глотал? Нет. Так, как будто сегодня утром я почистил зубы. Ну вот, видишь? Раз. Два. Пятнадцать лет одно и то же. Кого хочешь достанем. Пошла. Рит, ну что надеть-то? Вообще-то для таких случаев у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. М-м-м-м. Ну, у меня есть водолазка. Маленькая и очень черная. Маленькая и очень черная. Что? Да, уже готов продать. Может быть и крылья? С блинами. Белки с углеводами это не модно? Значит, это с вами занимается, мой наш. Да, меня зовут Даша. Я поздравляю вас с пятнадцатилетием совместной жизнью. Извините, что без рамки. Я не знала. Вы не знали, что у ученика есть жена? Вы что, расстроились, да? Оля! Простите! Лада! Красавица моя! Слушай, тут так стильно! Красиво! Такая квартира старинная! Тсс! Лара поёт! Квартира — это шикарный подарок! А что тебе ещё ты мне уж подарила? Очередные графы! Чехлы его машины с белой норки! Что? И мобильник! А они лезть не будут? Чехлы! С ума сошла? Браво! Лариса, замечательно! Браво! 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 Спасибо! Великолепно! Здорово, дорогая! Потрясающе! Ладочка, давай выпьем за тебя! Спасибо! 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 За тебя, дорогая! Ты лучше скажи, как мы мои деньги из твоего банка вытаскивать будем! Влад, твои? Вытащим! Это вытащим, чё ты! Кстати, скажи, чтоб мне, ну, договор прислали в понедельник! Договор! О! Даша! Здрасьте! Скучаете? Вы что-то хотели сказать мне? Пенитенциарный! Мужчины, это Дарья, учительница первая моя! Ну, в смысле, первая, кого я слышусь! Дмитрий, можно просто Дима! КБУ? Константин Борис Чушаков! А Рита без вас очень скучает! А Рита? Нет у нее никакой Риты! Вон, бобыль! Добыл бобов бобыль! Пенитенци... Пенитенциальный... Рны! Рны! Пенитенциарный! Даша, я вас умоляю, давайте окончаниями не будем сегодня заниматься! Сил у меня нет! Давайте договоримся, что я вас просто так пригласил! Без работы! Ну, могу я симпатичную девушку на праздник пригласить! Тем более, у меня сегодня такой день! Пятнадцать лет, сам! Сами понимаете! Ни ям, ни ам! А у вас дети есть? Шоколадку хотите? Я возьму! Это вам! Спасибо! В общем, он садится на дорогу и говорит мне, я сейчас заведу машину, а вы выйдите и посмотрите! Не искренне! Но я выхожу, как дура, смотрю! Ничего не понимаю, ничего не искренне! Он говорит, да нет, вы просто подальше отойдите, так лучше будет видно! Ну, я отхожу, а он спокойно заводит мою машину и уезжает! Представляете? Понятно! Ну, вообще! А я? Я останавливаюсь на светофоре! Ко мне подходит приличный молодой человек! У тебя сонка упала! Спасибо! В костюме! В галстуке! И говорите! На галстуке! Сейчас модно говорить на галстуке и на костюме! На галстуке! По-моему, забавно, да? Спасибо! Значит, я рассказываю сначала! Ко мне подходит молодой человек! На костюме! На галстуке! И спрашивает меня, вы не подскажете, где храм Христа Спасителя? Пожалуйста! Ну, вот если бы он спросил что-нибудь другое, и никогда в жизнь бы не вышло! А тут, ну, просто как дура! Ну, а дальше все по схеме, пистолет, ключи! Да! Ужас! Такая история, по-моему, есть у всех! Я проколола колесо! Ко мне подходит молодой человек и говорит! Давайте я вам помогу! Понятно! Я за ним еще минут десять бежала! И кричала! Как сумасшедший! В машине три дня было! Ты что, уже уходишь? Да! Еще раз поздравляю! Хочешь я скажу водителю, чтобы он тебя отвез? Нет, спасибо, я сама! Нет, подожди! Ты же выпила, не боишься за руль? Я на метро! У меня машину угнали! Она красавица! Они там все красавицы! И блондинки! Все губы и грудь! Как у бары! Представляешь? Силиконовая долина! Мужики их так называют! Красиво, да? Влада и Влад! Как в кино! Даша и Влад тоже ничего! А может они и счастливы вместе? Я не хочу думать о Ладе плохо! А то они вообще не думают! Постараюсь! Ладно! Ладно! Сегодня международный день больного! Рит, ты чего? Дашка, я беременна. Пожалуйста, не плачь! Это точно! А когда вы успели? Вы же только два раза в ресторан сходили! А раньше! Что мне делать? Я в ужасе! Главное, не плачь! Пожалуйста! Ты знаешь, первым делом нужно идти к врачу и есть побольше! Подожди, а ты сама-то хочешь этого ребенка? Не знаю! Хочу, наверное! Но мне так страшно! А КБУ знает? Нет еще! Так ты позвони ему! Это же очень важно! Или лучше знаешь, смс-ку отправь! Пусть и сознает! Даша! Вы готовы? Сейчас зают зовут! Я заболела! Что? Заболели? У меня горло! Номер квартиры своей скажите! Двадцать один! У вас каша какая-то вартовая, вы отчетливее говорите! Двадцать один! А, понял! Двадцать один! Двадцать один! Двадцать один! Обалдеть! Если у него такой водитель, такой же он сам! Лысый, как мой КПУ! Привет, Даша! Ну что же вы меня так подводите-то, а? Болеть надумали! Предлагаю интенсив! Один день вам на выздоровление! Даша, ну вы поправляетесь! Шлобственничественность! Простите? Домашнее задание на сегодня! Легко научиться произносить слово «шлобственничественность»! Поправляйте! Рита! Рит! Проследите, пожалуйста, чтобы Даша съела все мои лекарства! Интересно, а как он о своей жене заботится, когда она болит? Он сам приехал! Сам! Понимаешь, что это значит? Мне кажется, КПУ теперь тебе предложение сделает! Его зовут Костя! И, пожалуйста, больше не называет сам его ребенка КПУ! Так что ваша дочка? Моя девочка умница! Я бы мог ее обеспечить! Выдать замуж! А она учится и работает! Самостоятельная! Мой характер! Мой характер! Куда нести? На кухню! Добрый день! Это что? Это вам! От Владимира Викторовича! Ритка! Знаешь, что я сейчас делаю? Что? Сижу в холодильнике и улыбаюсь! Сесть как в космосе при очередном рассвете! Летать! Летать! Где же ты крылья? Ставил и как? Печтать! Бить за стекла не чувствуя жаль! Летать! Невысоко падаю вниз! Видишь, земля не спать! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, появлено! Супруга шефа подарила! Новоселье у меня! Поздравляю! Спасибо! Кухню повешу! Красивая, да? Ничего! Для кухни сойдет! Не ждать! Не научила себя обижать! Бежать! Будут другие теперь утешать! Нельзя! Доброе утро! Доброе! Календарь наконец поменял! А то у меня прошлогодний весел! У вас красивая жена! Да! Красивая! Но красота — это же не главное! Слышали о таком? Угу! Еще слышала, что не в деньгах счастье! Правильно! Даша! А у тебя плохое настроение? Сегодня ж праздник! Я тебя поздравляю! Какой сегодня праздник? А ты не знаешь! Ну, что, правда не знаешь? Сего дня — день всех влюбленных! И я долго думал, что тебе подарить! Ну и вот! Поздравляю с праздником! Да шуня! А что, учительниц тоже поздравляю в такой день? Ну, ты же не только учительница! А кто еще? А ты не понимаешь? Нет, но... Я вас тоже поздравляю! Ну, во-первых, мы давно уже на «ты», а во-вторых, гони подарок! Дайте листок! Не обезьяничай! Ну, хорошо! Тогда я подарю вам поцелуй! Угу! Турка курит трубку, курка клюет трубку! Не кури, турка трубку, не клюй курка трубку! Даш, а вот скажи мне, пожалуйста, вот такой простой человек, как я, без особых талантов, вот он сможет повторить вот такое, а? Хорошо! Давайте поговорим об ударениях! Давай поговорим! Давай поговорим! Даш, я давно хотел с тобой поговорить! Я не могу больше это держать в себе! Как правильно? Ракушка или ракушка? А сами? Сам! Как думаешь? Ракушка! Неправильно! Ракушка! Да, Дим, да! Слушай, надо по пятой позиции срочно решать! Это не просто компромат, там что-то другое! Решай прямо сейчас, да! Давай! Даш, я буду в переговорной, дождись меня! Так, значит, ракушка! 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 Радость, разлуга, расплакаться! Ракушка! Владимир Викторович распорядился отвезти вас домой! Но, Владимир Викторович просил его дождаться! Я не знаю, он просил вызвать для вас такси, а сам уехал! Будьте дома, машина заберет вас в СИМ! Куда? Не знаю, но он сказал, форма одежды парадная! Ну, нет у меня парадной формы! Эээ, спокойно! Спокойно! Кто из нас беременна? Ты беременна или я беременна? О, смотри! Бежевая кофта! Коричневая юбка! А сапоги у меня черные! Да! Дуры мы! У тебя же сумка черная! И что? Ну, сапоги черные, сумка черная! Значит, юбку можно коричневую, да? Одевайся! Да я! Да я! Мои сапоги тебе велики? Джинсы, быстро! Я надеюсь, ты там раздеваться не собираешься? Ну что? Отлично! Потому что сама ты это снять не сможешь! Да, Влад! Алё! Даша! А ты не торопись! Не, не торопись! Конечно, я здесь вот в машине могу полчасика погреться и сидеть! Рита, ну в машине! Ну, телефон! Господи, ну давай уже! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Пошла! Всё! Всё, пока! Благодаря тому же Форбс, можно узнать его степень успешности мировых телезнаменитостей. Кстати, список самых богатых деятелей телевидения практически не меняется. И на вершине... Привет! Привет! Да, Шоня, а тебе Лена не говорила, что форма одежда парадная? Там официальное мероприятие. Я вернусь, переоденусь! Поехали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Даш, а ты там не заснула? Нет. А ты к нам выйдешь? Покажешься? Сейчас выйду. Ах! 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 Я не помню. Там туфли есть. А, да. О, ой. Принесите мне одну. Пожалуйста. Владимир Викторович! Сюда! Сюда! Владимир Викторович! Несколько слов для канала болезнь! Владимир Викторович! Даша Лобозева! Так надо. Для журналистов я стану человеком годом. Ну, или что-то такое. А ты будешь со мной. Хочешь, улыбайся. Владимир Викторович! Который ваш исполнится? Не завидуйте. Даша. Спасибо тебе. Я потрясающе провел от вечера. Да, и ты ни разу не приставала ко мне со своими дурацкими поговорками. Ты тоже. Ни разу. До свидания. До свидания. Даша, ты сумку забыла. А что это? Это мне надо было. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Шонь, ничего, я посмотрю. Легко ты с ними, со всеми расправляешься. Нелегко, но расправляюсь. А кто он? Доброе утро. Я понял. Никто. Доброе, доброе, доброе утро. Звук Д образуется под сильным напором воздуха. При этом язык, язык должен быть очень упругим. Ой, какой текст. Слушай, Дашунь, а я только сейчас понял, что все это время ты меня очень профессионально охмуряла. Кофе? С удовольствием. Дашунь, а? Здесь три моих квартиры. М-м-м. И твоих тоже. Что? Да, молодец, хоть ближе к пенсии ко мне добралась. Даже тебе не стыдно, а? Сейчас даже мужчины за собой следят. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да! Ну ладно. Давай. Рит, ты где сегодня ночевала? В подъезде с бомжами. Извини. Ну, на, хочешь, отрежь мне палец. На. Не надо. Красить будем? Будем. Слушай, Рит, смотри. Симпатичный? Ничего. Влад подарил? У-у-у. У его секретарши день рождения. Ну, меня, конечно, не позвали, но Влад сказал, надо как-то реагировать. Ну, надо. Нормально среагировала. Слушай, Даша, мне Костя сказал, Лада когда-то сделала аборт и с тех пор не может иметь детей. В их тусовке все об этом знают. Мне кажется, Влад чувствует себя виноватым и поэтому не разводится. Поняла? Поняла. Чего ты поняла? Чего ты поняла? У тебя есть шанс. В этом возрасте все мужики хотят детей. Тридцать три корабля. Лавировали, лавировали, лавировали. Да не было, лавировали. Три корабля. Три корабля. Доброе утро, доброе. Поздравляю. Спасибо. Живы? Лена! Лена! Ты ее кормила? Конечно. Может, корм плохой был? Нормальный, свежий. Не знаю, что ей еще нужно было. Лена! А убирать Илья буду? Лена! Лена! Вы что, решили искупаться? Нет. В похоронном бюро подрабатываю. Ну, надо же. Ой. Эти малявки сделали ее. Добрый день. Привет. Лада, я сейчас немного занята. Не могла бы зайти попозже. А я ненадолго. Я пришла, чтобы лично выразить свое восхищение. Очень неплохо смотритесь вместе. А ты в этом костюме просто неотразим на костюме. Милые тапочки, дочь Габбана. Лада, у тебя все? Или ты еще что-то хочешь сказать? Нет. Нет. Я лучше помолчу. Иногда молчание красноречивое слово. Это когда есть аресты. Вот я не знаю, у меня она есть, нет? Даша, а вы как думаете? Задание на сегодня. Подождем, под дождем. Намылить, нам мылить. Стой, 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 стой. Куда ты? А у меня сегодня дети. Я же вам говорила. До свидания. Пока. Ой, извините, пожалуйста. Она умерла от одиночества. Да, да, я еду. У меня есть два дня, чтобы принять решение. Какое решение? Делать аборт ее нет. А что Костя говорит? А Костя еще не знает. Да у него и без меня проблем полно. Мне так страшно. А вдруг он меня бросит? Возьмет и бросит меня. Ну что мне делать, Даша? Одевайся. А эти штаны? Куда? Одевайся. На. Дыши. Давай, Миша. Дыши. Изо всех сил дыши. Какие слова мы знаем о букве? Это очень хорошее слово. А еще какие слова? Мама. 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 Ребята, спокойно. А еще, подожди, нет, это уже было, это еще раз. Мама! Мама! Сейчас, стекуню, подождите, пожалуйста. Даша, собирайся, я сейчас пришлю за тобой машину. Нет, я сегодня не смогу приехать. Извини. Что? Что-то случилось? Да, случилось. Я не приеду. Извини. Я буду рожать этого ребенка. Я буду рожать, я буду рожать. Я не буду рожать. Я не могу, я не буду рожать. Этот человечек спас мне жизнь. Извини, ты не отвечаешь на звонки? Да, я телефон отключил. Как ты? Плохо. Из-за меня девушка погибла. На её месте должен был быть я. Я? Даша, не говори глупостей. Покушение готовилось на меня. Сколько ей было? Двадцать пять. Как мне? Даша, Даша, я не смогу сегодня заниматься. Я понимаю. Похороны послезавтра, потом дело по горлу. Я позвоню. Даша, ну не обижайся. Я позвоню. Я тебя люблю. Даша, я правда вообще не смогу ничего выговорить. Ну ладно, я обращаю внимание. Я сам половину не знаю. Даша, я тебя люблю. Я пойду. Пошёл в глаза, ой остальные тебя. По мосту Костя. По мосту Костя. Да. Давай, давай, пошли. Костя! Красива, а свадьба, где же исправлять будете? Костя говорит, что это сюрприз. Может, вообще за границей, на островах каких-нибудь. Пайма. Дресс-код только в купальниках. Да, ну купальник у меня есть, а вот паспорта нет. Так что под пальмой я к тебе не приеду. Так у меня тоже нет. Ну, Костя, все сделать, не волнуйся. Если что, Влада подключит. А ты что, его приглашала? Ну, приглашала, конечно. Ты что? Ты на него не обижайся. Ему не потусовать. Сама понимаешь, имидж все такое. Ну, хотя, конечно, мог бы приехать. Знает же, что ты здесь. Он тебе не звонил? Я ему тоже не звонила. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Знакомьтесь. Руслан. Очень приятно познакомиться. Мужа, мы его не видели. Владимира Викторовича здесь нет. Странно. Я думала, Владимир Викторович сюда поехал. Я присяду. Что пьем? А вот, шампанское. Мне лучше водки. Э, не спи. Иду, иду. Так. Костик, ты молодец. Вот тебя я поздравляю. Потому что Костик — это правильный выбор. Ничего страшного, что он лысенький. У Влада тоже не очень много волос. Зато Костик прикольный. Ох, ты знаешь, его всегда так бабы любили. Знаешь, сколько у него баб было? Да. Знаю. Он рассказывал. Да. Ну, Влада же. Мне Влад вообще ничего не рассказывает. Я думаю, потому что его нечего, наверное. Вот скажи мне. Может, мне позвонить? Спросить у него. Милый. Милый. Ты там… Давай-давай. Не заработался? Ты знаешь, что есть новая технология? Наблюдение за машиной со спутника. О! Смотри! Смотри-смотри! Итак, смотрим. Рублёво-Успенское шоссе. Барвиха. Что у нас в Барвихе? А у нас в Барвихе… Мотел и спа. Очень странно, какие могут быть переговоры в час ночи. Спал. Эй! Ты что? Влюбилась, что ли? Ух ты! Бедолага. Знаешь что? Вставай. Давай-давай, вставай. Мы сейчас к нему поедем, с тобой вместе. Ничего страшного, что мы не знаем, в каком он номере. Если бы он знал, какая вы… Ух ты! Ну, наконец-то мы заговорили. Давай, понеслась. Поехали. Если бы он знал, какая вы на самом деле… Если бы вы потрудились его узнать… Может быть, у вас была бы нормальная семья. А сейчас… По-твоему, конечно. У нас какая семья? А сейчас у вас нет семьи, вы его мучаете. Уже пятнадцать лет. Извини. Кто ты такая? Кто ты такая? Что? Как я всё это говорить, а? Кто ты такая? А? Это вы кто такая? Вы ему ребёнка родить не можете, а он вас жалеет и поэтому не бросает. Даш, ты чего такое говоришь-то, а? А теперь поняла всё. На моё место… Месяшь. Кто? Может быть, это не ваше место? Да перестань ты, Даш! Даш, девочки, поехали в клуб, подвигаться хочется. Что масло, да? Что ты вообще здесь делаешь? Что ты такой? Уди отсюда! Девочку убирай свою! Да ладно? Подружку свою, забирай отсюда! Быстрее! Забирай свою быстрее! Уходим, уходим! Подружку свою, забирай отсюда! Быстрее! Будем смотреть «Вервитки»? Нет, нет, не хочу! Не убивай кого! Наша! Ма! Все гуляют! Всех справщиков! Красную! Красную продолжаем выпивать! СМЕХ Даша! 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 Ну, не расстраивайся ты так! Я не расстраиваюсь, я… Я сейчас вообще умру! Ну, все, хватит! Никому! Что? Никому! ГОВОРИ ТВенно КОНЕЦ КОНЕЦ Когда мне было пятнадцать, я думала, что в двадцать пять я была другая. Взрослая и серьёзная. С мужем и детьми. Из всего этого сбылось только одно. А могло и не сбыться. В юности не мечтаю стать депутатом. Я не помню, о чём я мечтал. Но уж точно не об этом. Хорошо всё организовали, да, Влад? Чего ты? Достойно похоронили. Ребят, вы чё, вообще охренели, что ли? Ну, ладно и этот, но ты-то, Влад. То есть, ты чего? А ты не понимаешь, чё я? Да ну вас. Лена пришла ко мне работать второго февраля год назад. Хватит, Влад, хватит. Даша тоже второго февраля в этом году. День сурка. Простите. День сурка. При чём тут День сурка? За три миллиона и этот, хотя где даёт исчезла. День сурка. Извините. Ракушка. Сегодня уже полтора часа ждет. Сколько часа? Сто в день. Нормально подождет. Все. У Ленечка сегодня дочка родилась. Чудесно. Надо за их поздравить. Поедем? Я не хочу. Сходи без меня, ладно? Ладно. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даша, здрасте. Давно меня ждет? Нет, ничего. Извините, срочный переговор и уже надо ехать. А, подождите, а как же? Ну, давайте. Учиться будем по дороге. Поехали. Домашнее задание на вечер. По очереди присоединяй к звуку П все гласные. По-нятно? По-нятно. По-ка. По-пробуйте не лениться. По-могу вам. Приходите на другие гласные. По-ехали. Понял, Влад. Сейчас победит тот, кто создаст новую традицию. Давай сюда. Здравствуйте. Основной укор на распределение бюджетных средств. Ну, там, японской модели и всякое такое. Четко выговаривай слова на вопросы, отвечай быстро. Учти, после этого эфира о тебе заговорят, как о новом Столыпине. Ну да. Спорим? А, давай, да. Давай, знаешь, знаешь на что? Давай на твоего нового архитектора. Мне архитектор нужен. Давай, а? Ага. Давай. Владимир Викторович. Девушка, разбейте. Опа. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Владимир Викторович Камарин. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Владимир Викторович, расскажите, каковы основные тезисы вашей предвыборной программы? Ну, в первую очередь меня интересует распределение бюджетных средств. Возьмем, например, японскую модель. В Японии все налоги идут в бюджет того города, где они, собственно говоря, и уплачены. Поэтому уровень жизни везде примерно одинаковый. У нас, наоборот, москвичи живут гораздо лучше, чем люди в других городах нашей страны. Это как раз вопрос о распределении бюджетных средств. То есть сегодня как такового этого распределения нет. Ну и что же вы предлагаете, Владимир Викторович? Я предлагаю поставить вопрос о перераспределении бюджетных средств. Здесь три моих квартиры. По площади или по стоимости? Не могу на него смотреть. Просто тупи и все забываю. Он до меня дотронулся. Вот так вот. Потом еще в щеку поцеловал. И даже он не назвал. Ты что, собрался в этом галстуке идти? Вот с этой рубашкой? Иди спать, дорогая. Поменяй галстук, дорогой. А мне нравится, дорогая. Ты похож на гомосексуалиста. Можно меня в покое оставить? А можно поздравить меня с тем, что я уже пятнадцать лет выбираю тебе галстуки? Лада! 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 А вечером ко мне домой. На банкет. Пятнадцатилетие совместной жизни. Я теперь без вас никуда. Да. Хорошо. А мне сказали, что если не кормить ее два дня, то она сожрет всех рыбок. Поэтому кормлю ее на убой. Хочу, чтобы она сожрала их не от голода, а посолки. Можно? Мулька есть. Узнаешь пароль жены. На экран тебе со спутника выводят карту. На ней маленькая точечка. Машина Лады. Ага. Прикольно. То есть ты каждый момент можешь знать, где сейчас протекает твоя семейная жизнь. А в самой машине прослушку можно организовать? Не проблема. Неплохо. Костик только он дамский какой-то. Да, дорогой. Алло, Лада? Ты где, дорогая? Не скажу, дорогой. Ладно. Ладно. А кого-то ты виделишь? Секретная технология. Ладно. Домой поехали. Пятнадцать лет. Представляешь, какая я была, помнишь? Помню. Ну вот. Такая же, как сейчас. Фу, как красивая. Во мне не было ни грамма вот этого, вот этого силикона, как в твоей, да, 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 да. Даша, ну прекрати, ты что, ревнуешь, что ли? А? К логопеду. Нет. 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 Она мне картину подарила. Угу. Куда повесишь? Вот, вот, сюда повесишь. Здесь висеть будет. А тебе ж так? Ух ты, ты что, с собой мил? Ну? Я что, уже послушал? Она мне сказала, что у нее машину угнали. Ты что, машину уже подарил? Слушай, ну прекрати, а? Прекрати. Пойдем спать. Ты имеешь в виду спать, дорогой? Нет, я имею в виду. Пойдем, дорогая. Даша, вы готовы? Сейчас за ее вызову. Я заболела. Что? Заболели? У меня горло. Номер квартиры своей скажите. Двадцать один. У вас каша какая-то, Вартова, вы отчетливее говорите. Двадцать один. Аспирин! Ага, понял. До свидания. У него такой голос. Ну, с кем это мы разговаривали? С таким эротичным голосом. Каким? Каким? Эротичным. Это учительница моя. Заболела. И самое главное, как не вовремя. Думаю, ей водителя послать, чтобы аспирин привез. Не надо травить девку химии. Купи фруктов, как я купил. А? Пока. Она такая скромненькая такая. Прям как я пятнадцать лет назад. Ладно. Ну, я тебя умоляю. Не надо, ладно? Пока. Надолго мы здесь застряли? Да минут на десять. Нет, так везде сегодня поздно. Владимир Викторович, идите в машину, холодно. Антон! Давай я сам отнесу. Иди помоги мне. Ясно. Номер квартиры какой я забыл? Двадцать один. Давайте, через десять минут мы должны уехать побыстрее. Ставьте, ставьте. Холодильник накрылся, а заняться им некогда. Меня, кстати, Рита зовут. Здрасьте. Здрасьте, а я, кстати, Влад. А вы Даша кто? Сестра? Больше. Боевая подруга. С кем воюете? С жизнью. Вот Москву взяли. Теперь окапываемся. Говорят, с завода какие-то отходы в реку сбросили. Там лед весь черный. Дим, а ты сам-то видел? Влад, я не видел, но жители уже письма пишут. Президенту, Гринпис, ты сам знаешь. Да пусть пишут! Я-то при чем здесь? Завод не мой, а государственный. Ко мне какие претензии? Вот, но ты завод строил. Значит, ты плохо позаботился о обычных сооружениях. Я в реку ничего не сливал. Не успел, сам знаешь. Да это уже не важно. Леночка, спасибо. Ой, извините. Что предлагаю? Надо пустить информацию, что все это клевета распространяемая Нечаевым. Кстати, Нечаев так бы и поступил. Я не Нечаев. Дин, придумай что-нибудь еще. Окей, Влад. Есть вариант. Лада заболела. Сгоня Ленку за лекарства. Ладе лекарства покупаю я сам. В ЦУМе. Ну, что ты? А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Ну, здрасте! Ну, как тебя чувствую? Что, не видно что ли? Голова болит. Выколотые таблетки – на чем упорагал. Одна. Шамфан. Летать, где же ты крылья ставил икор? Мечтать, биться о стёкла, не чувствуя жар. Летать мне высоко, падаю вниз, видишь земля, не спать. Больше нельзя рано вставать. Шоколад 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 Год. С праздником. С праздником, Дашенька. Да, Дим, да. Слушай, надо по пятой позиции срочно решать. Это не просто компромат, а там что-то другое. Решай прямо сейчас, да. Давай. Давай. Даш, я буду в переговорной. Дождись меня. Привет. Привет. Да что сюда приехал? Владимир Викторович. Всем привет. В общем, у нас на канале в вечернем блоке новостей пойдет репортаж о вашем заводе. То есть о бывшем вашем. Якобы и при вас все отходы в реку сливали, и там рыбы совсем не осталось. А в одной деревне кролик трехголовый родился. Какой кролик? Трехголовый. Бред какой. А люди, между прочим, напуганы. Они уже там митинг против вас организовали. Я понял. Ну я пойду. Пойдешь? Ну давай иди. Ты не расстраивайся. Праздник все-таки. Ну давай, иди. Я тебе позвоню. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Здоров. Здоров. Я что-то ничего не понял. Не чай в сюжет проплатил. Гадалки не ходил. Главное как вовремя. Перед самым началом мероприятия. Ну что, пойдешь? Ты улыбайся. И знаешь что? Владу не бери. Это почему это? Она и платье какое-то приготовила. Нам сейчас нужно отвлечь внимание от завода и от митинга. Понимаешь? Понимаю. Дальше. Влад, возьми какую-нибудь дилу, чтоб с ногами. Миску, спортсменку, актрису. Мне сейчас нужно, чтоб все обсуждали не завод, а с какой бабой ты на правительственных мероприятиях тусуешься. Да, ну как потом от этого отмылаться от всех? Если скандалец будет иметь резонанс, потом организуем торжественное воссоединение с женой. Да поняли, поняли. Папа по-любому лучше, чем кровь. Владимир Викторович, кто ваша спутница? Не завидуйте. Здорово, ты целуешься. А ты так себе? А кто не так себе? Никто. А никто это кто? А теперь, Викторович, пакеты. Давай. Здорово. Привет. А где Лена? Лена? Ты не знаешь, она договор по банку мне подготовила? Да откуда мне знать, Влад? Да? А кто знает? Кто знает? А ты знаешь, сколько моих денег в этом чертовом костином банке застряло? И никто ни за что не отвечает! Может, я без вас как-то обойдусь? Нет, Влад. Без нас ты не обойдешься. Очень неплохо смотритесь вместе. Стой, 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 стой! А ты куда? А у меня сегодня дети. Я же вам говорила. До свидания! Пока! У нее сегодня дети. У меня сегодня нет детей. И вчера не было. И завтра не будет. Или, может быть, завтра будет? Ты как думаешь? Здрасте. А вы – самый модный архитект. Да? И лучше вас никого нет. Нет. Хорошо. Ну, вы видели все здесь, да? Слушай, будете я. Владошка, ну, это тебе твой магазин. Грандука, ты мне спасибо сказать не хочешь? Спасибо. За все. Влад, у тебя ссылок в интернете больше, чем на Брэда Питта. Я сделал Брэда Питта. С ума сойти. Но этого мало. Влад, этого мало. А тебе должны говорить и писать постоянно, и разговор должен быть позитивный. Существует несколько пиар-технологий. Можно, конечно, сделать пластическую операцию, как в свое время Берлускони. Дима, ну, это вообще не смешно даже. Понимаешь? Окей. Тот же Берлускони накануне выборов купил футбольный клуб Милан, потому что итальянцы помешаны на футболе. Дима, и вот эти тусовки с мисками мне тоже не нравятся. Вообще, у меня складывается впечатление, что ты работаешь по шаблу, и все твои технологии, прости меня, очень банально. Ты мне еще спасибо скажешь за мои технологии. Ладно, не нравятся тебе тусовки. Есть вечная тема. Кровь. Покушение. Кровь обеспечит тебе любовь электората. Посмертно. Расслабься, Влад. Неудачное покушение тоже подойдет. У тебя мерин бронированный. Стекла как? Мерин не дам. Я его только получил. Влад, послушай меня. Стекла какие? Нормальные стекла. Бомбоубежище, а не тачка. Отлично. Возьми жену, чтобы повизжал. Пусть новое платье выгулеет. Дим, ты чего глупый? Влада там не будет. А кто будет? Нам нужны свидетели. Я понял. Да, Влад. Даша, ты освободилась? Я сейчас за тобой машину пришлю. Я не смогу сегодня никуда поехать. Извини. Даша, мне нужно, чтобы ты сегодня была со мной. Я не приеду. Извини. Влад, ну не парься. Возьми ладу и все. Ну как? Ну как всегда потрясающе. Спасибо. Ты будешь лучшей в Силиконовой долине. Что? Ну я пошутил. Лада. Лада. Ну прости, но идиотская шутка. Нам надо ехать. А ты найди себе другую компанию. Не из нашей долины. Ну ладно. Ну, по-дурацки пошутил. Поехали. Да иди ты к чёрту. Оставь меня в покое. Лада остается дома. Даша отказалась. Поработай над этой проблемой, Дима. Поехали. Вадимир Викторович один едет, а должен быть со спутницей. Ты же знаешь про это. Знаю про это. Жена у него заболела. Училка пропала куда-то. Ты знаешь, что делать? Нет. Вот и я не знаю. Садись. Ну что ты? Ай, да я. Отдохнёшь там, подусуешься. Чем тебе не день рождения? А то всё работаешь, работаешь. Пчёлка ты наша. Ну, с Богом. Дима, ну поди сюда. Я тебя уволил. Что случилось? А ты знаешь, что Ленькин отец? Ну, если он узнает, что я её под пулей подставил, он мне башку снесёт. Никто никого не подставляет. Ну, договаривались же. Не бойся. Пож. Много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антон, пойди посмотри, что там происходит Владимир Викторович, может быть не нужно? Иди! Иди! Лена, не нервничай. Сейчас Антон придет, договориться проедем. Спасибо. Все в порядке. Сейчас они уберут машину, и мы поедем. Стой, стой, стой! Вы в порядке? Сегодня 10 утра. Жду вас у себя в компьютере на строке. Поднимаю, работаем. Скажите, Владимир Викторович, подождите, ответьте на вопрос. Что это было, Дина? Что было, Влад? Зачем она окно открыла? А ты куда смотрел? Мы что в игрушки играем? Ты же сказал, никто не пострадает. А Лена погибла. Я сказал, ты не пострадаешь. Ты не пострадал? Влад, подожди. Владимир Викторович, подождите. А если бы тебя огня. Ты кому? Кому я нужен? Кому я нужен, кроме тебя? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогой Я тебя найду Не найдешь Дорогой 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 Если он будет хреново выглядеть, это даже хорошо. В конце концов, у него были проблемы. Здорово. Ну, я так понимаю, вы тут сами как-то разберетесь, да? Давай. Влад, давай. Подъем. Ну-ну-ну. Ну. Владимир Викторович. Влад. Владимир Викторович. Влад. Поднимайтесь. Поднимайтесь. О, ладно. Не знаешь, где он так надырался? Добрый день. Пошли вам. Пойдемте. 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 Идите. Вас давно не было. Были проблемы? Решили? У меня дочку убили. Простите. У меня сегодня важный день. Я должен быть в форме. А я... Да, Ритуль? Ташка, слушай меня внимательно. Ладно, позвони. Тут отец Лены наказался моим клиентом. По-моему, он что-то задумал. Что-то не то. Предупреди его, поняла? Да. Все, мне надо бежать. Пока. Иду! Субтитры создавал DimaTorzok Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Не ждать, не научила себя обижать. Не ждать, не ждать, не ждать. Будут другие теперь, утешать нельзя. Можно обжечься солнце, земля опять. Не ждать, не ждать. Как жаль, я не летать не смогу. Мой рояль открыт. Мысли и клавиши ринулись вдаль. Опять мне с двенадцати время летать. Ну что ж, я позвоню, если только летать. Только летать. Только летать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok